Квартиры для детей-сирот и многодетных семей. Приобретение социального жилья в Чебоксарах обсудили на еженедельной городской планерке в мэрии. В Чебоксарах реализуется социальная программа по обеспечению многодетных семей детей-сирот жильем за счет бюджетов всех уровней. Проводятся закупочные процедуры, заключаются контракты с застройщиками. Работа эта непростая, на ее результат во многом влияют так называемые ножницы, возникающие между стоимостью квадратного метра у застройщика и возможностями бюджета. Как правило, реальная цена жилья больше на несколько тысяч рублей. В прошлом году администрация предлагала 34 тысячи рублей за квадратный метр социального жилья. Именно такая сумма была предусмотрена федеральным законодательством. На рабочих встречах с застройщиками чиновники обсуждают все варианты, чтобы выйти на приемлемые цены. Один из них – город за счет бюджетных средств может строить в новых микрорайонах дороги и садики. А застройщики, в свою очередь, предоставят чебоксарам социальное жилье по сниженным ценам. Такой опыт взаимодействия у города со строительными компаниями уже есть. Но, увы, в прошлом году, хотя и удалось найти компромисс, строительная компания все же нарушила условия муниципального контракта и вовремя не сдала объект. В результате неоднократных торгов в итоге был определен поставщик, это Ермолаев Владимир Федорович. Квартиры были приобретены в жилом доме номер 9 по улице Академика Чаломея. Данный объект, введен в эксплуатацию 11 марта 2019 года. Все документы в настоящее время направлены в управление Росреестра для государственной регистрации права муниципальной собственности на приобретенные квартиры. Для детей-сирот в Чебоксарах уже приобретено 29 квартир. Стоимость контракта более 31 миллиона рублей. В этом году муниципалитет должен предоставить еще 30 квартир. Жилье по социальному найму получают и многодетные семьи, имеющие 5 и более детей. Сейчас в таких квартирах нуждаются 135 семей города. Алексей Латоков отметил, что необходимо выстроить эффективную работу застройщиками, участвовать в федеральных программах по стимулированию жилищного строительства.